Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Борис Энимал. Сегодня мы почитаем третью часть рассказа «Пес по имени Котик». Итак, поехали! Едкий дым сжимал удушающее кольцо вокруг шеи котика. Пес уже смирился и закрыл глаза. Как вдруг пол под ним и его другом Рыжиком начал трещать и проваливаться. Пес почувствовал оттенки сырости в плотном от дыма воздухе и в этот момент котик испытал никогда до этого не встречавшееся ему ощущение дежавю. На секунду ему показалось, что подобную ситуацию он уже когда-то переживал. Огонь, подвал. Такие картинки были вшиты в эту секунду. Мозг пса в этот момент произвел одновременную кодировку времени в прошлом и в будущем коде. Котик отодвинул своего друга Рыжика в сторону, схватил зубами половую доску, которая треснула больше всех и оторвал ее от всего пола. В его огромный нос еще с большей силой ворвался аромат сырости. Пес понял – это шанс – и принялся отрывать доски с мыслью о спасении. Когда же размер прохода в полу стал сопоставим с габаритами котика, он схватил своего друга в зубы и, не задумываясь, прыгнул в неизвестность. Пролетев около трех метров, котик со своим другом в зубах упали на каменный пол, слегка покрытый ледяной водой и водорослями. Закинув Рыжика себе на шею, пес начал осматривать помещение. Вокруг была каменная кладка. Само подземелье было достаточно узким и уходящим куда-то в темноту. Котик принял решение двигаться по этому коридору до конца. Тем более делать это можно было спокойно, так как воздух в подземелье был свежим и прохладным, дышалось легко. Рыжик сидел сильно вцепившись в шерсть пса на шее и испуганно осматривал тоннель, по которому они двигались в неизвестность. После двух часов путешествия по тоннелю, пес-котик увидел белую точку. С каждым новым его шагом точка разрасталась в размерах, пес начал даже улыбаться, так как понял, что они подобрались к выходу из подземелья. Продолжение следует. До встречи, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Переходите по ссылкам в описании канала. Удачи! Продолжение следует...